Приветствую вас! Я думаю, что общаться с теми людьми, родными людьми, которые игнорируют вашу болезнь и выпебриваются, как вы говорите, да? Но правда, тут нужно понять, как именно они выпебриваются, но тем не менее. Значит, общаться с этими людьми, конечно, не стоит. Но просто потому, что для вас это в любом случае унизительно, для вас это в любом случае болезненно, для вас это в любом случае обесценивающе выглядит. То есть вы, когда общаетесь с теми, кто не делает скажем так акцент на том, что вы больны, да? То есть, если вы хотите получить поддержку от человека, а человек вам эту поддержку не дает, при том, что вы болеете, игнорируют, и еще, в общем, как бы еще сильнее вас унижают, то это означает, что такой человек нацелен не на вас. В отношениях. В отношениях такой человек нацелен не на вас. А в отношениях такой человек нацелен на тебя. И как бы относиться к этому, про отношения к этому я еще скажу. Вот. Но пока что Пока что Я думаю, что Сделать с этим Вы Вряд ли что-то можете Потому что Ну это человек Вот такие люди Это Такое воспитание у людей Это Такие семейные Традиции У них И Можно ли здесь что-то поделать Как вы считаете, можно ли изменить людей Ну людей, наверное, Изменить нельзя Соответственно, относиться Нужно к этому С жалостью С жалостью Нужно относиться К таким людям Которые не способны Понять Чужую Боль Которые не способны Понять Чужие переживания Которые не способны Испытывать Эмпатию Да, и Собственно Сочувствие Вот К каким людям Нужно относиться С жалостью Потому что Эти люди Лечены Возможности Ну Возможности Скажем так Полноценно Взаимодействовать С другими людьми Да Вот И эти люди Бедны На эмоциональный Фон На эмоциональную Жизнь Эти люди Бедны То, что они Выпембриваются То есть Как бы Пытаются Привы Приверните Себя Над Вами Это Опять же Означает Их Попрепенность В этом То есть Они нуждаются В том Чтобы За счет вас Показать Себе Дать Почувствовать Себе За счет вас Что они Лучше Что у них Все хорошо Что они Там Ну Что они Замечательные И так далее И так далее И так далее Вот То есть Именно в этом Контекте Вот так В этом Контекте Вот так Что касается Того Что вы пишете Моя мама И мути Родственники Игнорируют Это И отказываются Нам помогать Живут для себя Ну вот Здесь Конечно Есть На мой взгляд Проблема Понимаете Какая история Эти люди Бедные Эти люди Не желают Значит Принавайте Что вы больны Возможно Потому что Тогда Они будут Чувствовать себя Хуже То есть Это в общем-то Довольно Такая Эгоистичная Позиция Да Вот Но Но При всем При этом При всем При этом Как бы Вот Неприятно Это не было Да Как бы Неприятно Не было При всем При этом Люди Имеют Право На то Чтобы жить Для Себя То есть Это право Человека Жить Для себя Если он Если он Человек Живет Для себя На что Он Считает Что Он Может Так Ну Как бы Жить И что Это нормально То есть Это нормально Что он Живет Для себя И в данном Случае С психологической Точки Время Основную Часть Страданий Наставляет Вам Именно То Что Вы Ожидаете От них Подъем Считаете Что Они Должны Вам Помогать Знаете Может быть Это И так Может быть Они И должны Но Они Не Помогают И Вам Нужно Принять Вот Этот Факт Как Дарность Как Объективную Реальность Нужно Принять Этот Факт Потому Что Если Вы Не Примете Это Как Объективную Реальность Если Вы Не Сможете Принять Этот Факт Как объективную реальность, что вам будет плохо, вы будете страдать. А я не думаю, что вы хотите страдать. Я не думаю, что вам от этого много удовольствия. Вы же болеете, вам и так тяжело. А тут еще и страдания. Извинить людей вряд ли возможно. Да? Поэтому оставьте этих людей со своими представлениями, оставьте этих людей со своими трудностями, оставьте этих людей со своими конфликтами, оставьте этих людей со своими страхами, потому что, ну, как правило, люди, которые игнорируют что-то, они этого боятся и, соответственно, они этого избегают. Вот. Оставьте этих людей. Просто оставьте. И принимайте в свое окружение только тех людей, которые, ну, устраивают вас, которые отвечают тем требованиям, которые у вас имеются. Ну, к ним. Вот. Просто отдавайте себе отсчет в том, что каждый человек, кто есть в вашей жизни, в том числе и окружение, каждый человек приносит вам что-то свое. Вот. И он приносит вам что-то свое, не то чтобы даже специально. Вот. Понимаете? Он приносит то, что у него есть. Вот у ваших мамы и родственников мужа есть страх. Незелание признавать вашу болезнь. Это неприятно. Это ненормально, это аморально. Но это так. Глупо спорить в реальности. Понимаете? А другой человек принесет вам, например, сочувствие. Например, жалость. Например, поддержку. Например, помощь. Понимаете? Вы подумайте, что нужно именно вам. И не требуйте этого от того, кто не молит. Дать. Например, вы не будете, наверное, требовать от сантехника или от сенсора, чтобы он вам решал какие-то задачи по, например, физике. Ну, наверное, вы не будете этого требовать. То же самое и здесь. То же самое действует, такой же принцип действует и здесь. В этом аспекте. Вот. Я думаю, что вот так можно вам ответить на ваш вопрос. Неприятная ситуация, конечно, понимаю. Ну, раз она случилась, в ней нужно, как дожить. И, соответственно, чем больше вы накручиваете себя из лица на своих родственников, потому что они вам не помогают. Тем более, тем хуже вам. Понимаете? Не им, а вам. И вот если эту простую истину вы для себя откроете, то вы поймете, что требовать что-то от тех, кто не может этого дать, ну, это в высшей степени бессмысленное занятие. Я надеюсь, что помогу вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду вам помочь. А если вам понравился мой ответ, я буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!